Интересно, а кто ты без интернета и социальных сетей? Чем ты будешь занимать своё время? Какой станет твоя жизнь хотя бы на сутки? В процессе сегодняшней утренней рутины я не почувствовала сильной ломки, сильного желания взять, зайти в соцсети, посмотреть, что там у меня, что там у кого. Единственное, тишина вокруг очень непривычно ощущается. Очень часто во время еды, во время макияжа, например, каких-то домашних процессов я включаю что-то на фон, какой-то видос-подкаст или музыка у меня может играть для поднятия настроения. А как вы понимаете, я взяла детокс на 24 часа не то чтобы от соцсетей, а вообще от интернета в целом. Я совсем не могу ничего делать, что связано с интернетом. Но мне доступен телефон, через который я могу совершать звонки по крайней необходимости, и, конечно, я на него буду снимать вот этот ролик. Раньше, когда училась в школе, просто обожала сидеть дома одна, заниматься любимыми хобби, там, бисероплетение, вышивка крестом, рисование. И в то время, когда мне было 12, 13, 14 лет, это было больше 10 лет назад, мало у кого был свободный, быстрый доступ в интернет, мало у кого были сенсорные телефоны, но компьютеры у многих уже дома находились. Но при этом интернет не был настолько распространён. То есть люди проводили время вживую больше, да. Я хочу вообще вспомнить, каково это жить без интернета, чем можно заниматься. Знаете, я сейчас себя чувствую так спокойно, так замедленно, и у меня нет ощущения, что время очень быстро уходит, и мне нужно куда-то спешить. Мне кажется, соцсети очень сильно дают эффект. Быстрее, 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 как белка в колесе крутишься. Очень много информации потребляется в единицу времени. Даже если это развлекательный какой-то лёгкий контент, всё равно перегруз. Слишком сильный перегруз, особенно если смотреть на ускорение. Я вообще, честно говоря, этого не понимаю. Я все ролики, подкасты, хотя подкасты я не слушаю, ну ладно. Короче, я все ролики на YouTube, где бы то ни было, всегда смотрю на единички. Такое ощущение, что в формате ускоренного воспроизведения поднимается больше внутренней тревоги, знаете, в стиле «Быстрее, быстрее, надо быстрее это посмотреть, быстрее потреблять как можно больше, больше, больше». И это снова какая-то гонка. То есть внутри вот этого замедленного спокойствия его нет. Я не идеальна в этом плане. И отдаю себе отчёт, что зависимость от социальных сетей у меня присутствует. Я очень много раз захожу в интернет тогда, когда этого можно не делать. Просто потому, что уже сформировалась привычка взять телефон в руки и ткнуть на какую-то иконку и что-то начинать проверять, скроллить. И я отдаю себе отчёт в том, что после вот этого детокса исправить данную привычку на сто процентов не получится. Но я уверена, что этот эксперимент даст мне много почвы для размышлений, и это может запустить те самые изменения, в которых я нуждаюсь. Конечно, в теории могут быть какие-то важные дела, связанные с интернетом, но я организовала своё время таким образом, чтобы мне не пришлось этого делать. Всё заранее распланировала, выбрала день. Есть ощущение, что мне это дастся легко, потому что острой необходимости в этом сейчас пока что не ощущаю. Мне кажется, что прожить это будет легче, потому что я снимаю влог. Если бы я вообще никакой видос не делала, а просто чисто для себя попробовала бы прожить без интернета день, было бы сложнее. Причём дома сейчас я нахожусь одна. Даже поговорить не с кем, понимаете? Только я и тишина. Я хочу сходить в кофейню, и там хотя бы будут люди, музыка. Хочу выпить свой любимейший напиток за последнее время. Это какао. Кофе я вообще перестала брать. Не специально, просто не хочется. И, наверное, буду читать книжку. Возьму дневник, попишу свои мысли. В тишине и в спокойствии сделала вот такой макияж. Что-то определённо в этом есть. Ощущение, будто время замедляется. И никуда не надо спешить, потому что ты знаешь, что точно самое важное успеешь. Ещё я продолжаю радоваться своей новой стрижке, в особенности чёлке, потому что волосы наконец-то держат естественный объём. На корне я никакие укладочные средства для этого не наносила. Раньше, когда волосы были длиннее, там, сантиметров на шесть примерно, волосы лежали прилизанно, потому что они были, видимо, слишком тяжёлые. А вот такая длина для меня сейчас прямо-таки идеальна. И чёлка такой длины, что если она вдруг будет мешать, я могу легко её убрать за ухо. Было такое пожелание мастеру. В прошлом влоге я вам показывала, рассказывала, что читаю цикл Королевская кровь. Один из самых моих любимых в данном жанре. Как видите, приступила к десятой части. Знаю, что одиннадцатое вот в таком оформлении выходит уже совсем скоро, в марте. В прошлом году мне Ирина через издательство, то есть автор, присылала свои книги. И в боксе была вот такая цветная карта Мир Тура. Очень красивая. Ещё у меня есть вот такие наклейки. Я вообще наклейки не использую. Может, их разыграть в Телеграме. Как вам такая идея, ребят? И ещё вот такая открытка. Страстно и опасно. Это главные герои. Точнее, одни из главных героев данной истории. Страстно и опасно. Это вообще про весь цикл Королевская кровь. Так приятно чувствовать себя нарядной. Кстати, я вот этот кардиган ещё не носила здесь дома. Покупала его в H&M в Сербии. Какой же он красивый. И как же сочетаются серёжки с золотистыми пуговичками. Так, ну что? Вот что за прятка такая непослушная? Вот, видите, какой объём. Особенно если рукой волосы убрать на бок. Это вообще они прям стоят. Какая я молодец, что надела шапку. Потому что достаточно морозно. И на 17-18 по ощущениям. Когда я пришла в кофейню, села за столик, было очень непривычно. В том плане, что сразу хотелось взять телефон в руки, уткнуться в него. Делать что угодно. Проверять свои социальные сети. Смотреть, что кто выложил. И когда я нахожусь в общественных местах, часто замечаю, что если люди сидят одни, то они обязательно либо в телефоне, либо в компьютере. Я говорю это без осуждения. Просто как факт. И этот факт, между прочим, ко мне и тоже относится. Я первые полчаса сидела и смотрела на то, что происходит вокруг. Обращала внимание на какие-то детали заведения. Обращала внимание на то, какие люди здесь сидят. Что кто заказывает. Чем кто занимается. Что происходит вокруг, на улице. И было чувство, что я нахожусь в большем контакте с миром, с реальностью, чем обычно. Обычно на автомате хочется взять телефон и нырнуть в виртуальную реальность. Как будто бы отгораживаясь в каком-то смысле от того, что происходит вокруг. И от каких-то контактов с людьми, пусть даже зрительных. Один из моих любимейших ритуалов в жизни это читать книги в кофейне. У меня получается концентрироваться. И я чувствую особую атмосферу. Кстати, свой вкусный какао я уже допила. Я вам настоятельно рекомендую как-нибудь устроить себе подобный заход в кофейню. Без видосов, без подкастов, без музыки, без листания социальных сетей. Просто прийти в заведение, взять вкусный напиток, побыть наедине с собой. Соединиться с реальностью максимально. Заняться наблюдением того, что происходит вокруг. Это очень расслабляет. Это очень заземляет. Это подарит вам вдохновение. Сто процентов. Обязательно попробуйте. Я уже дома. Отогреваюсь. Представляете, уже половина шестого вечера. Я не знаю, как так быстро прошел день. У меня обычно утро супер медленное. То есть я умываюсь, завтракую, мою, укладываю волосы. Короче, все одеваюсь довольно долго. Если вообще расслабиться, никуда не спешить. Вот в кафе я посидела несколько часов и все. Кстати, за сегодняшний день ни разу не почувствовала скуку. И ни разу не почувствовала острейшего желания схватить телефон, куда-то там зайти. И все было очень хорошо и спокойно. Может быть, не настолько сильная у меня зависимость. И когда я захочу, я действительно могу это контролировать. Гляньте, какая у меня притча дома. Я всегда дома крабиком закалываю челку. Так, кстати, тоже объемочек сохраняется, потому что волосы имеют память. И помаду смыла. Дома не люблю ходить в помаде в карандаше. Завтра у меня загруженный день в плане задач по блогу. Поэтому сейчас спокойненько я села монтировать то, что снимала сегодня. Вот. Получается вполне себе неплохой хронометраж пока что. Поэтому у меня было цель на время не отказаться от какого-то конкретного устройства. А именно от интернета. Потому что без интернета, согласитесь, потребность сидеть в телефоне, в компьютере. Она очень сильно снижается. Если только вот помонтировать ролик, ну это действительно рабочий момент. Собственно, съемка данного ролика для меня тоже такой рабочий момент. И я на сегодняшний день всецело поглощена этим процессом. Ни на что вообще не отвлекаюсь. Никакого нет информационного шума. Я могу сконцентрироваться на одной вот этой своей большой задаче. На улице стемнело. И так грустненько стало. Одиноко. Дома никого нет. Хочется вечер скрасить. Ну хотя бы музыкой. Ну нет, детокс. Есть детокс, как говорится, да. Взяла я себе этот челлендж. Думаю сейчас достать свои раскраски для взрослых. Кто помнит мое старое увлечение? Для меня это самая настоящая медитация. На вечер подобное. Самое то. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Мне 27 лет. И до сих пор нравится копаться во всяких раскрасочках. И, похоже, я хочу возобновить свое увлечение, потому что у меня нет хобби. И это на самом деле проблема. Действительно было и есть вот такое направление, как раскраски для взрослых. Они отличаются от раскрасок для детей сложностью. То есть в раскрасках для взрослых, как правило, очень много всяких мелких деталей. Ну чтобы поинтереснее было, да. Тут всякая абстракция. Ой, ну раскрашиваю хоть всю жизнь. Мне вот это очень всегда нравилось. Всякие интерьеры, домашние предметы. Ух, творческий беспорядок. Так это все красиво, конечно. О, а вот эта штука прикольная. От точки к точке. Тут соединяешь точки линиями, и получается рисунок. Здесь одни животные. Вот у меня тут слон, птица. Ну вы поняли принцип. Вещь прикольная тоже. Очень залипательная. Эта раскраска у меня появилась в Сербии. Мне там было грустно-одиноко. Мы с Вовой тогда купили. Вот я там начала раскрашивать улицу Парижа. И цветовой квест. Здесь тоже принцип в том, чтобы закрашивать по номерам страничку. И получается иллюстрация. Ой, девчонки-мальчишки. Ну вот сколько богатства. Посмотрите. Помню, как в детском саду я была просто аспора с краском. У меня там такая коллекция громадная. Вот такая была стопка. И я как-то принесла с собой это все прямо в садик. Не знаю зачем. Может быть продемонстрировать свое богатство. Хотя, когда я это все доставала из пакета, было так неловко. Я своим детским мозгом понимала, что это привлечет внимание. Но, тем не менее, притащила. Это действительно привлекло внимание. Как сейчас помню, какая-то девочка язвительно начала мне высказывать по поводу этих раскрасок. Как-то это даже высмеивать. И сейчас, конечно, я понимаю, что это была элементарная детская зависть. Представляете, я до сих пор это помню. И вот все эти раскраски для взрослых. Какие-то типа детские увлечения, желания. Это же все про внутреннего ребенка. А его нужно холить и лелеть. Суперпростой лайфхак. Если вы не знаете, чем вам вообще по жизни заниматься, какое вам найти хобби, вспомните, что вы любили делать в детстве. Вот подсказка 100% там какая-то будет. Я только что завершила вот эту картину. Там совсем немного оставалось. Так кайфанула. Хочется эту раскраску полностью завершить. Я обожаю использовать фломастеры, потому что это быстро. Есть еще картины по номерам, скажете вы. Но эта история для меня не компактная. И потом эти картины, холсты, мне некуда будет девать. Вешать тоже никуда. Нет желания. А вот такие раскраски очень легкие в плане веса. Компактные. И посмотрите, сколько картинок в одной небольшой такой книжечке. На данный момент вот это моя любимая картинка. Вот показываю вам название. Цветовой квест. Не знаю, продается ли она сейчас в магазинах. Потому что она у меня появилась довольно давно. Мама мне сейчас рассказывала всякие интересные истории из жизни. А я сидела, слушала и красила. Все-таки общение с близкими людьми это максимально ценное. И если бы я жила одна, было бы очень грустно, скорее всего, и скучно. Без видосов, музыки, общения. Хотя бы по интернету. Представляете, сидите вы совсем одни дома в полнейшей тишине. Особенно зимой. Потому что все окна плотно закрыты. И даже с улицы не доносятся никаких звуков жизни. Вы понимаете, я думаю, что имею в виду. И вот действительно тишина способна оглушать. У меня сегодня весь день голова, считай, чистейшая. Без какого-либо контента. Но при этом усталость все равно. Я ощущаю сейчас. Сейчас уже поздняя ночь. Пол второго. Собираюсь спать. Читала книжку. И сегодня у меня было больше свободного времени, чем обычно. И за день мне удалось прочитать сотню страниц. Такого очень давно не было. Даже если книга меня сильно увлекает. Прям вообще кайфово так было. Чтение перед сном. Оно всегда еще больше замедляет и успокаивает. В любой другой день вечером я могла бы смотреть в Творе Сырилсы, какие-то видосы. Это, конечно, не способствует хорошему, крепкому сну. Утром тоже часто после пробуждения беру телефон в руки. Надо постепенно эту привычку менять. Очень понравился этот опыт. Завтра с вами поделюсь итогами. Мой челлендж 24 часа без интернета подошел к концу. Интересные выводы получены. Во-первых, у меня не такая сильная зависимость от интернета, как казалось изначально. Ни разу не было такого, чтобы рука автоматически потянулась за телефоном, чтобы что-то там посмотреть, зайти в какую-то соцсеть и так далее. Я не обнаружила ни одного порыва. Это очень здорово. При желании я действительно могу отказаться на сутки и буду чувствовать себя хорошо. Во-вторых, я за весь вчерашний день ни разу не испытала тревоги, тревожности, абсолютное спокойствие, такое замедленное приятное состояние. Я сама по себе человек очень медлительный и неспешный. Как только я начинаю торопиться, себя подгонять и нагружать себя кучей дел, все, уровень тревожности начинает подниматься. Это отражается на моем физическом состоянии. И еще раз осознала, насколько социальные сети, точнее, чрезмерное потребление контента в этих социальных сетях влияют на состояние. Причем мы не всегда даже можем это отследить и не всегда мы можем понять, что причина в том числе кроется в нашем с вами любимом дорогом интернете. Я поняла, что в каком-то смысле отказаться, пусть на сутки, от социальных сетей проще, чем грамотно планировать время в этих социальных сетях. Это является моей работой. Соответственно, неизбежно время уделять этому буду. Но здесь очень важно выработать стратегию потребления этого контента, потому что я не только блогер, который его создает, но еще и зритель, подписчик, который точно так же наблюдает за жизнью других, как вот вы сейчас мой ролик смотрите. И вот именно с потреблением контента есть вопросики. Мне хотелось бы делать этого меньше, потому что часто у меня внутри поднимаются неприятные чувства, например, сравнение с другими, причем не в свою пользу, зависть. Да, я тоже человек, тоже бывает завидую. Ребят, хочу, чтобы вы меня сейчас правильно поняли. Я не пытаюсь демонизировать соцсети. Это классная вещь. На этих площадках я работаю, создаю контент, и я очень люблю это делать. Но главная мысль, которую я хочу обозначить, это мера, мера потребления, потому что перегнуть палку с этим очень-очень легко. Я буду продумывать, каким образом потребление можно ограничить. Вот, например, выделять в день полчаса на то, чтобы полистать рилсы. Полчаса в день. Это не так уж и много, но в то же время достаточно, чтобы удовлетворить свое некое любопытство, посмотреть, да, что там в интернете вообще происходит, тренды, ну, вы понимаете все эти темы. Полчаса посмотрел, все, вышел, пошел заниматься другими делами. Галочка поставлена, да, я посмотрел какой-то контент. На ютубе, например, там, одно-два видео в день. Да, то есть какие-то ограничения самому себе устанавливать. Я сейчас привела примеры этих самых ограничений. Вот мне бы, наверное, такое подошло. Пожалуй, больше всего соков из меня выжимает, а вот это соцсеть с картинками, так называемая. Я тоже очень люблю эту площадку. У меня там есть блог, который развивают. Я тоже туда выкладываю контенты, сторисы и рилсы. У меня есть цели определенные. Но там как будто бы нужно быть более осторожным в вопросе потребления этого контента и в вопросе восприятия этого самого контента, чтобы воронку не засосало. Интернет и социальные сети — это крутая прогрессивная вещь, которая приносит нам с вами огромное количество благ. Так, и умение пользоваться этим грамотно дорогого стоит, и этому действительно нужно учиться. Скорее всего, когда-то я захочу повторить этот челлендж для себя без съемки видео, потому что все-таки это была моя основная задача на день. Да, у меня была цель определенная — снимать, общаться с вами через эту камеру. А что, если остаться вот совсем наедине с собой, без интернета, каких-то съемок и так далее? Очень интересно, какие мысли у вас возникли в процессе просмотра или возникают прямо сейчас. Буду рада прочесть ваши комментарии. Благодарю вас за просмотр. Мы обязательно увидимся совсем скоро. Пока-пока.